Добрый вечер! В прямом эфире Вести Кабарина Балкария о событиях уходящего дня расскажем вам мы, Залина Суанова и Алим Хостов. Смотрите в выпуске. Искусственная почка станет доступнее. В Нордкале началось строительство гемодиализного центра. В Псаганцу решается проблема водоснабжения. 2 миллиона рублей выделено на 1,5 километра новых сетей. Любители изобразительного искусства объединили курильщики. В Нальчике открылась одноименная выставка Михаила Горлова. И теперь подробнее об этих и других событиях. Победители и призеров 30-й летней Олимпиады накануне честовали в Кремле. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды чемпионам Лондона. А обладателей серебряных и бронзовых медалей поздравлял глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. Спортсмены, поднявшиеся на вторую ступень Олимпийского пьедестала, награждены медалями Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Атлеты, завоевавшие бронзовые награды, в их числе и наши именитые борцы Белял Махов и Заур Кура Магомедов, удостоены медалей Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Бронза принесла призерам и автомашины Ауди А6. О событиях в республике. Указом главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова 20 августа по случаю праздника Ураза-Байрам объявлено нерабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. И к другим темам. Около 20 вопросов рассмотрены сегодня на очередном заседании Кабинета министров республики. Прошло оно под председательством премьера Ивана Гертера. Ключевым пунктом повестки стал представленный Минфином анализ исполнения республиканского бюджета за первое полугодие. Главный финансовый документ выполнен с профицитом в 2,5 миллиарда рублей. Государственный внутренний долг на сегодня составляет 2,3 миллиарда, озвучила цифры отчета исполняющей обязанности министра финансов Ирина Мишкова. Мы предоставили в первом полугодии. Доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 11 миллиардов 676 миллионов рублей или 50% от годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 726 миллионов рублей. Темп роста составил к прошлому году почти 107%. В общей сумме доходов республиканского бюджета удельный вес налоговых доходов составил 31%, неналоговых 1% и безвозмездные поступления 68%. Рост доходов обеспечен за счет акцизов свыше миллиарда рублей, пояснила Мишкова, а также за счет неизрасходованных федеральных средств. Минсельхоз республики предложил на одобрение правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая и документ по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельхозназначения. На эти цели федеральный центр выделяет более 500 миллионов рублей. Госкомдор попросил средства на приведение в порядок дорожной сети «Баксана». Через город проходит автодорога «Кавказ» и она должна соответствовать федеральным стандартам. Республиканской казне это обойдется почти в 60 миллионов рублей. Минобор доложил о готовности к предстоящим августовским совещаниям учителей. Министерство культуры проинформировало о готовящихся торжествах по случаю 455-летия вхождения Кабарина-Балкарии в состав российского государства. В Урванском районе началось строительство гемодиализного центра. Ведется оно в рамках программы социально-экономического развития КБР. Объект возводится в Нордкале на территории центральной районной больницы. Необходимость его появления связана с ростом числа больных с хронической почечной недостаточностью. Инна Богатырева продолжит. Проектноцметная документация готова. Строительные работы развернулись на территории районной Урванской больницы. Площадь более тысячи квадратных метров. Начат так называемый нулевой цикл земельной работы. О закладке фундамента и готовности металлического каркаса подрядчика читается буквально через месяц. Завершить полностью и сдать объект, сообщил замглавы администрации района Руслан Базиев, планирует уже в начале следующего года. Будет обслуживать наш район, Терский район, Лискенский район, возможно, и некоторые другие районы, близлежащие, Танмайские, и время покажет. Единовременно в сутки здесь будет до 90 больных. Потребность в данном центре ощущается нами с давних пор. У нас в районе только одно, до 18 человек ежедневно имеют потребность в обслуживании таких центров. В соседних районах их не меньше. Лечение таких больных в любой другой больнице невозможно. Нужна полноценная инфраструктура, обеспечить которую в рамках лишь государственного бюджета. Не всегда возможно, признается исполняющий обязанности министра здравоохранения Анатолий Концалиев. Из-за недостатка средств, которыми мы самостоятельно можем распоряжаться, очень важно привлекать капитал. То есть этот центр работает так же, как и государственные учреждения в системе государственных гарантий. И при этом за те услуги, которые выходят за рамки системы государственных гарантий, взимается плата какая-то. Но речь идет об абсолютно добровольном, допустим, участии в этих программах. Поэтому очень важно то, что частные центры снимают с нас какой-то груз проблем. Вот по такому же пути мы готовы решать проблемы в сфере челюстно-лицевой хирургии. Вот гемодиализ один из первых таких примеров. Точно такой же проект будет воплощен в жизнь и в Баксане. В Нальчике построят двухэтажное здание. И если в районных центрах разместят по 15 аппаратов искусственной почки, то в столичном планируют установить 38 единиц современного оборудования. Подобное расположение этих учреждений оправдано, говорят в Минздраве. Центры станут местом приема пациентов из населенных пунктов и соседних районов. После ввода в эксплуатацию всех трех медучреждений проходить такую процедуру смогут более 300 пациентов в день. Инна Богатырева, Аслан Хандохов, Вести, Кабардино-Балкария. В Псаганцу всерьез занялись водоснабжением. Здесь уже по другой целевой программе модернизации жилищно-коммунального комплекса КБР началась прокладка новых труб. На эти цели из республиканского бюджета выделены 2 миллиона рублей. Заменить предстоит почти полтора километра ветхих сетей. Это не решит проблемы полностью, говорит глава местной администрации Хачим Конкулов. Снять напряженность поможет федеральная программа «Социальное развитие села». По ней планируется строительство водозаборной башни с примерной мощностью 63 кубометра в час в верхней части села. К ее строительству должны приступить в конце года, а вот завершить прокладку новых труб обещают до 10 сентября. Но некоторые опасения у местных властей тем не менее остаются. Как бы мы не решили техническую часть, если население не отнесется до порядочных, как нужно вот к оплате за потребленную воду, сколько бы мы скважин не построили, сколько бы мы труб не меняли, этот вопрос всегда останется проблемным. Торжества, приуроченные к вхождению Кабаринобалкарии в состав России, в республике всегда отмечались с размахом. И к каждой юбилейной дате в строй вводились важные социальные объекты. Так, 55 лет назад, в год 400-летия, в плане возведения новых зданий значилась и Государственная национальная библиотека. В архиве краеведа Виктора Дулаева сохранилась фотография еще строящегося объекта. Об истории снимка и первых днях работы в новом здании наш специальный корреспондент Марина Ярославская. История одной фотографии для Виктора Дулаева стала на сегодня первой задачей. Взгляд на нальчик современный через призму полувека, площадь Марии 60-го года. Перивычный памятник и аллеи, но перспектива снимка другая. Это и есть новая веха развития библиотечного дела, запечатленная фотографом. На заднем плане Республиканская научная библиотека в стадии строительства. Фотография настолько необычная. Ведь видеть эту площадь без музтеатра – это очень необычно. В списке объектов, строительство которых было приурочено круглой дате 400-летия вхождения Кабардино-Балкарии в состав России, в особой графе – ввод в эксплуатацию нового здания Республиканской библиотеки. Но к 57-му строители не успели. Тремя годами позже эти двери открылись для читателей. Фасад тогда еще библиотеки имени Крупской сохранен сегодня в первозданном виде. После тесных помещений на Кабардинской эти кабинеты и читальные залы казались просто роскошью. Это было все для роста фонда. И вот за 30 лет фонд вырос до 1,8 млн. И, конечно, мы уже не вмещались никак. Штат библиотеки к моменту открытия этого здания увеличили вдвое. Почти 100 сотрудников начали работу над ростом библиотечного дела в Республике. Им удалось увеличить фонд с 1,5 до 300 тысяч экземпляров и почти полностью заполнить книгохранилище рекордных по тем временам масштабов в 7 ярусов. 60-й год стал для библиотеки экспериментальным. Библиографам определили четкие сроки выпуска собственных изданий в руках у Азизы Махеевой. Оригинал летописи, печати КБССР. Тогда именно в Нальчике первыми в Союзе предложили удобный путеводитель для поиска ценной периодики. Вот тогда, в 60-м, это может быть был и прорывом. Вот сделать такое, издать вот такую вот продукцию, для того, чтобы цель ее была собрать воедино все те издания, которые выпускались на территории республики в течение, допустим, 60-го года. Тем временем путешествие в 60-й год по фотографии сборника «Неповторимый Нальчик» для краеведа Дулаева подходит к концу. Отыскав на снимке все детали большой библиотечной стройки, он резюмирует. Наводит на мысль о том, что это не библиотека, не просто библиотека, это храм, храм знаний, в котором сосредоточены знания по самым разным отраслям, в том числе и по истории республики. И хотя история главной республиканской библиотеки началась вовсе не с юбилейного 57-го, а на 36 лет раньше, здесь до сих пор уверены, не подпиши Мальбаха, в год 400-летия вхождения в состав России приказа о строительстве нового здания не было бы и в вехи роста книжного и читательского дела в КБР. Марина Ярославская, Беслан Хаконов, Вести, Кабардино-Балкария. Любителей изобразительного искусства в эти дни объединяют курильщики. Именно так назвал свою экспозицию живописец, график и монументалист Михаил Горлов. Более 70 полотен на заданную тему представлены в Нальчике в музее ИЗО. Автор принимал поздравления сразу по двум поводам. Открытие выставки совпало с его днем рождения. Слово Жанне Гуляевой. Нездешний курильщик, курильщик со стажем и форма сродни оболочки внутреннего состояния курящего человека. Это целая фактура, собирал которую Михаил Горлов всю жизнь. Серия началась еще в далеком 60-м. Вот он, набросок квартиранта Зубера, который с короткой папироской в зубах, шестилетнему Мише казался примером художника и эталоном красоты мужской. Потом будут три птихи новые полотна, выставки в Москве и за границей. Но в таком полном составе курильщиков еще никто не видел. Они очень творческие работы. Он работает в самых разных стилях, в самых разных видах искусства и жанрах. Вот как раз эта выставка и представляет его как очень широко разным материалом, разным формом обращающегося к художнику. Его качество, цвета и света в работах отмечены годами ранее. Сегодня коллеги ищут в каждой работе самого Горлова. В мазке, линии, пятне он для себя всегда оставит место на картине. Все эти работы я вижу, что это Горлов. А отдельно, что вот здесь нету Горлова, а ли там есть, я так об этом даже и не думал. Мне нравится то, что он свои работы оформил вот сериями. Вот цвет, каждый цвет, паспорту и работы. Встретив гостей, приняв поздравления и раздав интервью в день своего 58-летия, он перед камерой вспомнит и себя, глядя на набросок квартиранта Зубера. Пророческий детский рисунок. Разоткровенничается, что к сигарете не тянет уже лет 15. И расскажет о своих курильщиках. Я думаю, что это не люди, скорее, а формы. Человекоподобие довольно условное. Это такая штука. Это скорее архитектоника и построение, как сказал Лосев. Живопись – это всего лишь конструкция из красок и форм. Работы Михаила Гурлова до 30 августа в открытом доступе для зрителей республики в Музее изобразительных искусств. Жанна Гуляева, Марина Ярославская, Беслан Хаконов. Вести Кабардино-Балкария. Бывший наставник «Спартака» Нальчик Юрий Красножан назначен главным тренером Краснодарской Кубани. Об этом со ссылкой на президента команды губернатора Краснодарского края Александра Ткачева сообщает и Тартас. Прежний наставник Румын Дан Петреску подал в отставку 14 августа. «Считаю, что Юрий Анатольевич – достойнейшая замена Дану Петреску и бесспорный авторитет в мире футбола. Ждем высоких результатов», – написал губернатор в своем твиттере. Ну а Нальчикский «Спартак», наставником которого Красножан был в прошлом, сменил прописку в виртуальном пространстве. Официальный сайт клуба переехал в новый домен – spartakdefisnalchik.com. Объяснений этому встане красно-белых пока не дали, а вот агентство «Башинформ» причиной называет хакерские атаки, которым подвергся сайт после матча с Уфой. Спартаковцы тогда, напомню, выиграли, забив с пенальти 1-0. И это была последняя информация выпуска. Напомним, все новости также доступны на сайте вести.кбр.ру. Далее прогноз погоды. На завтра мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Коллекция очков 2012. Мировые тренды. Сделай свой вулк. Сеть салонов «Линар Оптик». Ногмова 70. В магазине «Офис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня у московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Здравствуйте. По данным информационного агентства Метеоновости, в предстоящие сутки на территории республики ветер будет северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра штутного столба. В Зольском районе малооблачно возможен небольшой дождь. Местами гроза плюс 24. В горах переменная облачность осадки. Прогремят грозы у подножия Альбруса плюс 15. Дождливая в Тернаузе температура в пределах 18 градусов. В Баксане, Чигеме и Нордкале местами не сильный дождь. Плюс 25-29. В Прохладницком и Майском районах тоже не исключены несущественные осадки. Воздух прогреется до плюс 29. Такая же погода и в Терском и Лискенском. 27-28 градусов. Незначительные осадки вероятны и в Черехском районе. Плюс 26. В Нальчике малооблачно возможен небольшой кратковременный дождь с грозой плюс 25. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Империя стиля – торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность – наша работа. Салон «Импера» Ноглова-6. Салон «Импера» Ноглова-6.